МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях в Украине и мире говорим далее на Фридом. Это наше время, и сегодня мы расскажем о таком. Российские обстрелы Украины не прекращаются ни на день. Последствия артиллерийских и авиаударов поселитово Донецкой области, где пятеро погибших и более десяти раненых, в репортаже с места очередного кремлевского теракта. Новый премьер Великобритании определился с первоочередными задачами своего кабинета министров. Кир Стармер хочет укрепить оборону и безопасность Соединенного Королевства, а также продолжить сотрудничество с НАТО и обеспечить помощь Украине. Мы должны ясно продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку НАТО. И, конечно же, еще раз заявить, как я накануне уже сказал президенту Зеленскому, о поддержке, которую мы и наши союзники продолжат оказывать Украине. Мотоциклы и электрокары вместо танков и БТРов. Россия испытывает проблемы с военной техникой. И к 2026 году существенно потеряет боевую мощь. Где Путин собирается искать новую технику для войны против Украины? Арт-терапия, как рисование и другое творчество помогают раненым украинским военнослужащим справиться со стрессом и забыть об ужасах войны. Здравствуйте. Далее обо всем подробнее. Российские войска продолжают активно обстреливать Днепропетровскую область. Огнем из артиллерии сегодня они накрыли Никопольский район. Погибла женщина. Как сообщили местные власти, также повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Один мужчина погиб. Его жена получила ранение в результате удара россиян по одноробовке Харьковской области. Утром армия РФ атаковала село из артиллерии. Повреждены жилые дома и хозпостройки, сообщила областная прокуратура. Пятеро погибших и более десятка раненых в Селидово. Это уже Донецкая область после обстрела российской армией. По городу оккупанты нанесли несколько авиационных и артиллерийских ударов. На месте трагедии побывала наша съемочная группа. Авиационными бомбами и кассетными боеприпасами 5 июля российские войска обстреляли Селидово в Донецкой области. Это один из эпицентров попадания снаряда. Здесь спасатели под завалами находили погибших людей. Он лежал на диване, а вот эти два векна, он взрыв был отсюда. Я вот тут лежала, в этой спальне. Мне меньше, потому что окно вот так прямо летело, а я же сбоку. Мне ничего, даже нигде не зацепило. Я просто сильно испугалась, вот уж бегла до него. А тут все, что такое. Когда я его вывела, у него кровь. Это был не то, что сильный, а это вообще не назовешь никак, этот взрыв. Вот это же началось все, когда на меня лететь. Я тогда уже поняла, что случилось. И бегу до него, знаю, что он в зале лежит. Прибегаю, а он весь в крови, потому что как раз попала в сосуд. Дом можно забраться только через окно, потому что все двери от ударной волны заблокированы. Тихонько, тихонько. Цель момент, который я вам хотел, чтобы вы подавились. Подавились все двери. Где? В шкаф куплю. Вот эта входная так прилетела. Вот тут она стояла. Вот тут она стояла. Дома не было, вы приехали сейчас, чтобы это... Нам просто повезло. То есть вы, в принципе, уже эвакуировались, и поэтому... Да, да, да. Если бы не эвакуировались, мы этого ожидали и знали, то так будет 90%. Поэтому... Какие ваши эмоции вообще по этому повезут? Эмоции? Чтобы у тебя не сдох. Эмоций на тот момент, наверное, никаких. Потому что вы же понимаете, что это произошло внезапно. Когда находишься в своем доме, в максимально безопасном для себя месте, папу немножко ранило. Но в целом это лучше, чем могло бы быть. Все нормально. Массированный обстрел города забрал жизни пятерых человек. Более десятка получили ранения. Многие из них до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сгорел 21 автомобиль. 15 частных домов получили разрушение. Сегодня в Селидовской общине объявлен траур по погибшим. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Донецкой области. Для телеканала «Фрида». Только за эту неделю военные Российской Федерации выпустили по территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что благодаря Германии и Соединенным Штатам Украина еще больше укрепила свой воздушный щит и высказал надежду, что на следующей неделе будет больше конкретных решений, чтобы защитить все украинские города и села от российского террора. Международная коммуникация. На этой неделе мы уже ощутимо прибавили силы нашей ПВО и следующая неделя будет временем продолжения таких шагов. Каждый день детально с нашей командой мы работаем с партнерами по соответствующим договоренностям и в рамках коалиции ПВО и Ф-16 и на двусторонней основе, в частности с Америкой. Готовим результат нужной Украине и общей безопасности с партнерами. Киев получил от Таллина несколько зенитно-ракетных комплексов малой дальности Мистрали, ракеты к ним. Как сообщили в Министерстве обороны Эстонии, это оружие укрепит противовоздушную оборону Украины и поможет сбивать российские виспилотники и крылатые ракеты. Отмечу, что Мистрали – это современные ЗРК, разработанные Францией для уничтожения воздушных целей – самолетов, вертолетов, ракет и дронов. У российских захватчиков заканчиваются танки. Только в июне силы обороны Украины уничтожили более 350 единиц этой техники. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. С начала суток на передовой произошло уже 83 боя. Больше всего штурмов на Покровском направлении, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также военные эксперты выделяют и Краматорский участок. Украинские защитники отбивают все атаки российских оккупантов. Основной все-таки удар российских оккупантов – это Покровский и Краматорское направления. Как видим, основная тактика российских оккупантов – растянуть линию фронта и минимизировать возможности Генерального штаба Вооруженных сил Украины перебрасывать оперативные резервы. Вот об этом и идет речь. Соответственно, и с этим связана активизация напряженности. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили российские штурмы в районе Невского, Грековки и Макеевки Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Торского и Тернов Донецкой области, а также Синьковки, Петропавловки, Глубокого, Липцев и Волчанска Харьковской области. На Харьковском направлении бойцы 92-й штурмовой бригады уничтожили 3 БМП и 1 БТР россиян. Бойцы Главного управления военной разведки Украины ослепили российских оккупантов, уничтожили несколько разведкомплексов, а также систему радиоэлектронной борьбы. А очередной танк захватчиков украинские защитники уничтожили в районе Белогоровки. У россиян танки уже на исходе, говорят эксперты. В июне порядка 360 танков было потеряно противником. А возможность вводить в строй новое количество боевых танков, то ли модернизированных, то ли отремонтированных, это где-то 350-400, да, то есть, ну, приблизительно так на так идёт. Сейчас у них потери и против возможности их производить, и модернизировать, и ремонтировать. То есть, ну, преимущества не достичь возможности способны, и, как говорится, с такими темпами, конечно же, рано или поздно эти боевые танки иссякнут, потому что мы сможем их уничтожать. Тем временем оккупанты усиливают оборону вдоль побережья Крыма. Об этом сообщает партизанское движение «Атэш». Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции вооружённых сил Украины нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии растёт каждый день. В Евпатории и Ялте россияне привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых и оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно. И сообщение партизанского движения «Атэш» в Телеграм. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 549 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1260 российских солдат. Уничтожено 11 танков, 18 бронемашин, 66 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян. Безопасность и оборона будут первоочередными задачами нового правительства Великобритании. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер на своей первой пресс-конференции в новом статусе. Он рассказал, что уже провёл ряд международных телефонных разговоров, чтобы наладить отношения с другими странами, а также обсудить действительно важные вопросы об Украине. Также Стармер подчеркнул, что продолжит свою дипломатическую миссию с мировыми лидерами на саммите НАТО в Вашингтоне. Вашингтон предоставит мне возможность провести дальнейшие дискуссии не только с теми лидерами стран, с которыми я уже говорил, но также и с теми, с которыми мне предстоит поговорить. Это, безусловно, важный саммит НАТО. И я также заявляю, что первой обязанностью моего правительства станут безопасность и оборона. Мы должны ясно продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку НАТО. И, конечно же, еще раз заявить, как я накануне уже сказал президенту Зеленскому, о поддержке, которую мы и наши союзники продолжат оказывать Украине. Напомню, накануне Кир Стармер возглавил правительство Соединенного Королевства после победы лейбористов на парламентских выборах. Впервые за 14 лет. Как это повлияет на политику Лондона и отразится ли это на двусторонние отношения Великобритании и Украины, разбирался Андрей Дмитренко. За два года Великобритания сменила трех премьер-министров. Новый глава британского правительства Кир Стармер пообещал, что будет вести страну в сторону более так называемых «тихих вод» после турбулентного правления предшественников. 14 лет власти консерваторов ознаменовались Брекситом, высоким уровнем миграции и экономической рецессии вследствие войны России против Украины. В результате выборов консерваторы потеряли 251 мандат из 372, полученных в 2019-м. Я слышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за этот проигрыш перед всеми кандидатами-консерваторами и участниками кампании, которые неустанно, но безуспешно работали. Мне жаль, что мы не смогли добиться того, чего заслуживали ваши усилия. Мне больно думать о том, сколько хороших коллег, которые внесли столь значительный вклад в развитие нашей страны, теперь не будут заседать в палате общин. Новым премьер-министром Великобритании стал Кир Стармер. С 2008 по 2013 он возглавлял Королевскую прокурорскую службу. Стармер был посвящен в рыцаре за заслуги в уголовном правосудии. Главой лейбористов он стал в 2020 году. Стармер часто подавался критике за отсутствие харизмы и слишком прагматичные подходы к управлению. Ранее политик заявлял, что имеет большой смелый план для Великобритании, который включает борьбу с уклонением от налогов, расширение доступа к медобслуживанию и увеличение числа рабочих мест. Мы будем нести ответственность за ваше доверие, восстанавливая нашу страну. И независимо от того, голосовали вы за лейбористов или нет. На самом деле, особенно если вы не голосовали. Я говорю вам прямо, мое правительство будет служить вам. Политика может быть силой добра. Мы это докажем. Мы изменили лейбористскую партию, вернули ее на службу, и именно так мы будем управлять страной. Страна на первом месте. Партия на втором месте. Аспект, который лейбористы менять не собираются, это внешняя политика. Особенно это касается поддержки Украины. В феврале 2023-го Кир Стармер был в Украине. Встречался с президентом Владимиром Зеленским. Посетил Ирпени Бучу. А в мае 2024-го члены лейбористской партии встретились с представителями Офиса президента Украины. И оба раза политики заявляли о сохранении поддержки Киева в случае их победы. Украина и Великобритания были и будут надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности. Жизнь, свободу и международный порядок основаны на правилах. Желаю новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и укрепления лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности. Владимир Зеленский, президент Украины, в соцсети X. Также в недавнем интервью The Guardian Стармер подтвердил обещание предыдущего правительства, что Великобритания будет выделять Украине ежегодно 3 миллиарда фунтов стерлингов на военные нужды. Кроме того, политик добавил, что будет призывать союзников поддерживать Украину на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Во Франции заканчиваются последние приготовления ко второму туру парламентских выборов, которые состоятся уже завтра. Напомню, на первом этапе голосования победу одержала ультраправая партия национальное объединение Марин Лепен с результатом в 33%. А вот политсила президента Эммануэля Макрона заняла только третье место, набрав на 13% голосов меньше. В то же время в Париже ультраправые провалились. А после первых результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы столицы Франции, чтобы протестовать против партии Марин Лепен. Как сообщает Радио Свобода, последние соцопросы показывают, что национальное объединение не получит большинство мест в парламенте. На саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, Североатлантический альянс обсудит с Южной Кореей пути построения практического сотрудничества по Украине. Это флагманские проекты, которые касаются медицинского образования украинских солдат, вопросов оборонного взаимодействия, обмена новейшими технологиями и секретной информацией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг и отметил важность такого сотрудничества с Южной Кореей на фоне взаимодействия КНДР и России. Северная Корея оказывает значительную военную поддержку России в ее агрессивной войне против Украины. Мы также видим, как Северная Корея инвестирует в свой ядерный и ракетный потенциал. Мы глубоко обеспокоены тем, что в обмен на поддержку, которую Пхеньян оказывает Кремлю, Россия помогает КНДР в ее ракетных и ядерных программах. Северная Корея выгодна как для обеспечения нашей безопасности, так и безопасности Южной Кореи и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И все это делает наше партнерство таким важным. В Литву доставлена система Патриот из Нидерландов. Как заявили в Министерстве обороны Балтийской страны, зенитно-ракетный комплекс будет развернут на одной из авиабаз в рамках учений Белкон-24. В военных маневрах будут также задействованы системы ПВО НАСАМС, испанские и португальские истребители, а также самолеты ВВС Литвы, которые выполняют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Россию снова атаковали дроны. На этот раз беспилотники ударили по двум нефтебазам в Краснодарском крае. Как сообщает телеграм-канал Астра, резервуары с топливом горели в станицах Павловская и Ленинградская. Военные запасы России истощаются. Осин-то аналитики констатируют, что несмотря на попытки Минобороны РФ нарастить производство военной техники, а также ускорить ремонт той, которая была повреждена на поле боя, вероятнее всего, к 2026 году Федерация будет испытывать проблемы с наличием некоторых видов бронетехники, а также современных танков. Подробнее о состоянии военной промышленности России и том, где Путин собирается искать новую технику, в нашем следующем материале. На видео бойцов 72-й отдельно механизированной бригады ВСУ, снятом в Донецкой области, видно разбитые российские танки, бронемашины и несколько десятков мотоциклов. Эти кадры, говорят аналитики, прямое доказательство того, что Россия стала испытывать голод в бронированной технике. Кратное увеличение случаев использования мотоциклов, баги и квадроциклов на фронте не столько следствие военной смекалки, сколько вынужденная мера, связанная с истощением запасов бронированной техники, способной доставить пехоту к позициям противника. Пишет издание «Радио Свобода» со ссылкой на осинт-аналитиков. В качестве одного из самых ярких примеров опустошения российских хранилищ танков, бронемашин и артиллерии аналитики приводят базу хранения в поселке Лесной городок под Читой. На момент начала полномасштабной войны России против Украины там были минометы, буксируемая артиллерия, самоходные артиллерийские установки. Сейчас же на этом месте стоят в основном одни военные грузовики. Осинт-аналитик в интервью изданию «Радио Свобода». Ссылаясь на открытые источники, эксперты отмечают, что соотношение потерь техники между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 2,7. Для танков – 1 к 3,7. Для бронемашин-пехоты – 1 к 4,4. В Британском Королевском объединенном институте оборонных исследований заявляют, что на февраль 2024 года в распоряжении российской армии осталось около 2000 исправных танков, тогда как до 2022-го эта цифра составляла более 3000. Даже несмотря на то, что Минобороны усиленно ремонтируют поврежденную технику, к 2026 году у Федерации может не остаться танков Т-80 и Т-72. Конечно, какие-то запасы техники из 60-х, 80-х годов прошлого века производства еще у россиян есть. Но нужно много времени, чтобы провести регламентные работы, работы по восстановлению оборонной техники, чтобы ее поставить в ряды российского войска. Это требует человеческих, имущественных, временных усилий. И, конечно, то, что россияне тратят свои ресурсы и могут прийти к тому, что в 2026 году их оборонные возможности будут фактически выхолощены. Тем временем в Белгородской области в результате удара БПЛА остановлена работа Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова. Предприятие одно из ключевых для российского ВПК. Это единственное металлургическое предприятие полного цикла в России. Оно остановлено. И, скажем, на ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает осложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно, цепочек поставок. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Сегодня Федерация вынуждена искать источники для пополнения своих военных запасов. Для этого, в частности, Путин устроил турне в так называемые страны-союзники Китай, Северную Корею, Вьетнам. Есть определенные поставки техники из стран-сателлитов. Например, в 2022 году российская армия вывозила из баз арсенала в бронированную технику из Республики Беларусь. Есть определенные контракты и договоренности по поставкам соответствующей техники с правительством Северной Кореи. Но, конечно, эти объемы поставок не могут решить текущие проблемы российских оккупантов. Некоторые военные эксперты утверждают, что нужны ресурсы, имеющие 80% ресурсных возможностей Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Готов ли на это Китай? Конечно, что нет. Другие страны-сателлиты, ресурсы Беларуси фактически выхолощены. Есть запасы в Северной Корее, но по поводу качества большие дискуссии. При этом эксперты уверены, если поставки в Украину необходимых вооружений в этом году будут обеспечены в полном объеме, то у России нет перспектив завоевать значительные украинские территории в ближайшие несколько лет. А с 2026 года российская военная мощь будет ослабевать. Все 10 российских борцов, получивших разрешение от Международного Олимпийского комитета на участие в играх в Париже, отказались от поездки. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России. Причинами решения названы санкционное давление и отказ в допуске лидеров российской команды к международным соревнованиям. Напомню, МОК официально не допустил к стартам в Париже сборной России и Беларуси, но предложил 33 атлетам из этих стран участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, без указания государства, флага и гимна. Также отмечу, что Украина на всех уровнях призывала Международный Олимпийский комитет не допускать к играм россиян и белорусов даже в таком формате. Все российские спортсмены, так и белорусские, по указанию из Кремля, либо из белорусского Кремля, все будут делать то, что им сказано. Поэтому здесь у меня нет абсолютно никаких иллюзий касательно того, что у них нет никакой субъектности, у них нет возможности проявить свою какую-то позицию, если она идет в разрез с позицией руководства тех держав, которые они представляют. Соответственно, наша точка зрения, она, скажем, прежняя, они не должны ни в каком виде присутствовать на Олимпийских играх. И то, что Международный Олимпийский комитет допустил, ну, скажем так, я не назову это заигрыванием с агрессором, потому как все-таки в России, судя по тому, что я слышу, они очень не удовлетворены этим решением, и они давят на своих атлетов, чтобы те самостоятельно самоустранились от участия в Олимпийских играх. Они хотят, чтобы они, ну, они хотят не давать на себя ответственность, запрещая атлетам участвовать, но они хотят, чтобы атлеты сами проявили свой патриотизм и сказали, что нам такие игры не нужны без флага, без гимна и так далее и тому подобное. Япония и Камбоджа помогут разминировать территорию Украины. Об этом заявила глава японского МИДа Йоко Камикава во время своего визита в Пномпень. Она выразила уверенность в том, что страна, прошедшая через подобный опыт, сможет внести существенный вклад в разминирование Украины. Как отмечает BBC, Камбоджа считается одним из мировых лидеров в технологиях разминирования. На реке Днепр прошли тактические учения сил и средств речной флотилии украинских ВМС. В частности, военные моряки провели тренировки по выявлению и обезвреживанию диверсионно-разведывательной группы, а экипажи катеров во взаимодействии с поисково-спасательным вертолетом отработали действия по спасению терпящего бедствия личного состава, а также доставку десанта на определенные участки берега. И, как отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сейчас Украина работает над новой стратегией для государства на море – украинской морской стратегией. В скором времени эта стратегия будет утверждена на СНБО, сейчас идет финализация ее пунктов. Четко понимаем, что война изменила расстановку сил по всему нашему Черноморскому региону, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать. Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые отношения с партнерами. Украина всегда теперь будет государством, способным защищать собственные интересы на море, транспортные артерии, интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины – все задействованные оборонные, и структуры безопасности, и оборонная промышленность, государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы. Украинские военнослужащие проходят реабилитацию после ранений с помощью арт-терапии. Пациенты Львовского медцентра Unbroken помимо физиотерапии теперь рисуют. Это помогает ветеранам справиться со стрессом и найти новые пути самовыражения накопившихся во время боевых действий эмоций. Как творчество помогает восстановиться, узнали мои коллеги. 35-летний военнослужащий Роман Портный еще год назад не мог разговаривать, самостоятельно ходить и есть. Сейчас же мужчина уже пишет картины. Роман с женой и пятилетним сыном в начале полномасштабного вторжения России жил в Гуляйполе Запорожской области. Когда к городу подошли российские войска, успел эвакуировать семью, а сам снова присоединился к ВСУ. До полномасштабного вторжения я был в АТО. Также проходил службу там. Это было в 15-16 году. Наступление пошло на мой город, я стал его защищать. Год спустя, в феврале 2023 года, Роман был тяжело ранен вблизи Авдеевки. Событий того дня, говорит, до сих пор не может вспомнить. Но по словам побратимов, во время интенсивного боя Роман успел эвакуировать трех раненых бойцов. А во время спасения четвертого российский снаряд разорвался около Романа. Осколками ему раскроило череп. Если можно, я покажу. Если можно, я покажу. Отсюда лобной части не было. Обломок такой, такая пластина. Отсюда и вот досюда. Сначала повезли в Краматорск. Спасали меня. Первую медицинскую помощь оказали. Потом в Днепре я был. Четыре дня семья защитника не знала, что произошло с Романом. Его телефон молчал. Нам волонтеры его нашли, ведь он считался без вести пропавшим. Уже в больнице. Документов никаких не было. И тогда мы все, жена, я, сестра, его мальчик, мы все приехали к нему. Уже во время лечения во Львове травму черепа хирурги закрыли титановой пластиной. И после этого началась реабилитация. Роман снова пытается научиться ходить. В свободное время начал рисовать. Это психологическая составляющая реабилитации. Есть физическая, а это психологическая ее часть. То есть говорить, находиться здесь. И теперь переключать мысли от того страдания, которое есть внутри. Или того переживания, которое есть внутри. Уныния и каких-то таких тяжелых ощущений, которые могут быть. Арт-терапия, по словам психологов, дает возможность военнослужащим снизить уровень стресса и тревожности, чтобы во время рисования создать спокойную атмосферу, в классе звучит музыка для медитации. Люди, которые все-таки приобщаются к нам, они выходят с очень положительными отзывами. Им удается выразить что-то, о чем они, возможно, и не догадывались. Часто рисунок, именно арт-терапия, помогает нам немного интегрировать эту травму, получить некое исцеление. Помимо целительных свойств арт-терапии, умение рисовать помогает некоторым военнослужащим освоить и новую профессию, так как не все украинские защитники смогут после ранений вернуться на службу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok